Всем привет дорогие друзья! Однажды кто-то из вас хорошо написал в комментах, что смартфон для современного человека это не только необходимость, которая обусловлена временем и условиями нашей жизни сегодня, но и аксессуар. И от себя добавлю, что хотите вы того или нет, отрицаете вы это или принимаете, но люди судят о друг друге по смартфонам, как бы это странно и дико не звучало, но так оно и есть. Да, предупрежу вас сразу, что сегодня будет немного необычный для канала ролик. Во-первых, потому что не по основной тематике канала, а во-вторых, потому что не совсем ролик, скорее видеоподкаст на тему о смартфонах, о жизни, обо всем и ни о чем. И адресован он будет только моим постоянным зрителям, ну а кроме вас никто больше его и не посмотрит. И именно поэтому только для своих небольшая история из личной жизни, которая поможет чуть лучше понять суть вопроса, который мы сегодня рассматриваем. Так, оправдывайся, показывай, рассказывай. Как бы все понятно, все хотят айфона, ты просто облажался, купил это дерьмо собачье, теперь тебе надо как-то оправдаться, чтобы мол, ну вот смотри, это не такое уж и дерьмо. Но я был уверен, что все хотят айфона, а те, кто купили себе смартфон на андроид, они просто сделали неверный выбор, а теперь они боятся в этом признаться. И когда в сети, в нете я видел какие-то обзоры андроид-смартфонов, для меня это было смешно, мол, зачем вообще это обозревать, зачем это вообще показывать. Звучит смешно, но тогда мне было совершенно не смешно, и для меня единственная истина при выборе смартфона была следующая, что есть айфон, все его хотят, а все остальное это для каких-то дурачков, у которых возможно помутнение рассудка, раз они спорят между собой, что лучше, что хуже, там, Samsung против OnePlus, против Xiaomi, Meizu, что-то там сравнивают. Зачем вы это делаете? Андроид есть андроид, дерьмище есть дерьмище, что вообще об этом говорить? И я понимаю, что некоторые люди, которые пользуются айфонами, они до сих пор так думают, и я понимаю, что переубедить их вообще это не вариант, это безнадежно, бесполезно, потому что сам такой был, это мертвый номер. Так что же в итоге меня заставило прозреть, спросите вы? А слез с иглы под названием айфон я довольно просто. Устроился на работу, где меня поставили перед фактом, что есть приложение на андроид, которое обязательно необходимо, и других вариантов вообще никаких нет. Пришлось покупать себе андроид смартфон и начинать этим пользоваться. Первое время я жутко плевался, но спустя три месяца, может даже немного больше, я снова вернулся на айфон и понял, что прочувствовал, точнее правильно будет сказать, что есть некоторые вещи, которых мне уже не хватает, а раньше как ты на это не обращаешь внимания или оправдываешь неосознанно и ты в это веришь, что говоришь, что ну мне это не надо, как-то без этого живу, удобно, нифига, надо и еще как. Мораль сей басни в том, что человека почти невозможно логически убедить, и причем это касается не только выбора мобильной операционной системы, это касается гораздо большего, включая и убеждения. И еще добавлю, что после всего этого я не стал ненавидеть Apple и выбирать смартфоны на андроид назло, мол, я не такой Apple Sec, да я тоже там был. Нет, теперь мое отношение к Apple такое же, как и к другим компаниям. Хотя нет, немного лучше, но это лучше обусловлено скорее реальными достижениями и вкладом в индустрию. Но я хочу обратить ваше внимание на вопрос, почему так? Почему именно к продукции компании Apple наблюдается такое слепое влечение, не имеющее под собой никакой логической подоплеки? Почему люди готовы покупать абсолютно ненужный им iMac? Брать кредиты iPhone и покупать их беспроводные наушники, которые объективно и по звучанию, и как гарнитура, не лучше тех, что стоят столько же. Ведь никто людей не убеждал, никто не рассказывал о том, что купив продукцию этой компании, ты вознесешься в обществе. Причем здесь это, при том, что очевидно, что раз нет причин логических, то есть какая-то иная. И как я сказал в самом начале ролика, смартфон это еще и аксессуар. Аксессуар, который должен показать статус? Дико не то слово, но это как-то до сих пор работает. Другой вопрос, почему именно эта компания приобрела такую ауру статусности? Маркетинг? Может дело и в нем, но тот же Samsung тратит на рекламу гораздо больше, но не имеет такого успеха. Может дело в прошлом, в истории этой компании. В том, что она собой представляла, представляет, это как посмотреть еще и идею новаторства. И как бы кто ни отрицал, она все еще задает тон индустрии. Хотя и не во всем. Безусловно, причина и в этом. Но это если думать логически. Но продукция Apple зачастую покупается без ее участия. Тут дело рук неосознанного, на которое кто-то как-то смог умело повлиять. Хорошо ли это, плохо ли? Главное, чтобы все были довольны. И вроде как все и есть довольны. И покупатели, и продавцы. А если кто-то и хочет слезть стеклой Apple, то первый вопрос, а надо ли оно вам? Ведь все вроде как хорошо. А если надо, ну например просто хочется, то даже сама эта мысль, что хочется, поможет вам в этом. Все остальное – работа мозга. Точнее, неосознанного. Так что не парьтесь, захочется само придет. Ну или на крайняк будет как у меня. Пришлось, когда не было выбора. Надеюсь, это был не слишком сложный или запутанный поток мыслей, которые я и буду заканчивать изливать в микрофон. Спасибо за внимание, ребят. Пока.